Дорогие отцы, братья и сестры, совершенно особым чувством я в этот раз вступил на землю Горного Алтая вместе с честными останками, со святыми мощами святителя Макария, который всю свою жизнь связал с этим местом и с этим народом, который здесь живет. Святитель Макарий прибыл сюда сравнительно молодым человеком и поставил своей задачей в первую очередь помочь алтайцам обрести свой литературный язык, свою грамматику и начал усиленно изучать язык, используя свои знания в первую очередь для того, чтобы на алтайский язык перевести Евангелие, богослужебные последования, другие книги, которые бы помогли алтайцам познакомиться с православием. Проповедь о Христе здесь, на этой земле, не сопровождалась никаким угнетением местного народа, никаким притеснением, не так, как это происходило в каких-то других землях, отстоящих далеко от Руси, когда нередко огнем и мечом насаждалась вера, и результат всегда был самым плохим, потому что нельзя проповедовать о любви и действовать без любви. Святитель Макарий, еще будучи совсем молодым человеком, по-настоящему полюбил этот край, этот народ, и делал все для того, чтобы помочь людям увидеть лик Христа и понять, что с христианством связывается самое важное, что есть у человека, это любовь, потому что Бог, как любовь, как источник любви, через веру укрепляет людей в способности любить друг друга. Святитель Макарий, путешествуя по местным селам, отдаленным пастбищам, внимательно слушал, как разговаривают друг с другом алтайцы. Никаких ведь словарей не было. Нужно было нередко из контекста речи понять смысл сказанных слов, и боясь допустить ошибку в переводах, он часто сравнивал говор в одном месте и в другом месте, долго размышлял и, наконец, совершил как будто бы невозможное. Он создал словарь алтайских слов, и на основании опыта, полученного через общение с местными жителями, сумел создать и грамматику алтайского языка. И вот с этого культурного и духовного подвига началось его служение духовному благу народа, здепребывающего. Жизнь святителя Макария была очень трудной. Он сравнительно поздно стал архиереем. Вначале векарным епископом Томской епархии, а затем и томским архиереем, томским и алтайским архиереем. И все его труды были направлены на то, чтобы укрепить духовную и культурную жизнь жителей Алтая. Затем он был призван к высокому служению митрополита Московского. Это совпало с тяжелейшими годами предреволюционными. И святитель, который привык честно общаться с алтайцами, не кривит душой, говорит то, что он думает, так себя повел и в Москве. Но совсем другая была атмосфера там, в России, в предреволюционные годы. И поэтому, не понимая простоты и честности владыке Макария, многие считали его плохим дипломатом, плохим руководителем, неспособным устанавливать отношения с тогдашним обществом. А общество было взбудоражено революционными идеями. Люди как будто бы с привязи сорвались. Чего только не происходило в эти страшные годы. А старец митрополит понимал, что это все ложный путь, идя по которому народ наш не обретет счастья и спокойствия мира. Ему пришлось покинуть московский митрополитский престол. И очень скоро он уединился и закончил жизнь свою уже в 1926 году в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, нередко подвергаясь смертельной опасности от разбойников, от властей. И умер как будто бы безвестным человеком совсем. Как будто и не было этого потрясающего в нашей не только церковной, но гражданской истории России подвига, который совершил он здесь на Алтайской земле. по милости Божией в 50-е годы его тело было перенесено с обычного кладбища, которое должно было быть разрушено из-за строительства какого-то там микрорайона в Подмосковье и было перенесено в Троице-Сергиевую лавру. И настолько сильный свет оставил святитель Макарий, что уже в наше время он был причислен к лику святых. И когда сегодня я спускался по трапу за мощами святителя Макария, то меня поразила мысль, которой поделюсь с вами. Святитель, который не нашел себя по-настоящему в Москве и не нашел себя в той предреволюционной ситуации столичного града, и который претерпел забвения и унижения, он вернулся к своему народу. Здесь его любили, и он любил этот народ. И поэтому для меня не было никакой альтернативы, когда возник вопрос о том, где должны быть мощи святителя Макария. Я ясно понимал, что святитель Макарий должен вернуться к тем, кто его любил и кто его любит. И это возвращение святителя на родную для него землю должно непременно сопровождаться духовным возрождением жизни народа. Он ради этого возрождения жил, трудился, изучал язык, сотни и сотни километров проходил пешком в этих труднодоступных местах и как дань уважения к его великому духовному и культурному подвигу. полагаю, что с принесением его мощей иначе должен забиться пульс духовной жизни Алтая. Я радуюсь тому, что имел возможность сегодня осветить камень в основании нового кафедрального собора всемилостивого спаса. Именно так назывался первый собор, который здесь был построен, при святителе Макарии, который был в 36-м году разрушен. Дай Бог, чтобы в этом центральном месте города как можно быстрее вознеслись купола собора и пусть это строительство собора станет выражением благодарности того народа, ради которого жил, трудился и с любовью к сердцу которому перешел в иную жизнь святитель Макарий. Его молитвами да хранит Господь Алтай, алтайскую землю и алтайцев и русских, да хранит Господь в мире всех, кто здесь живет. Не дай Бог, чтобы какие-то глупые и часто очень ошибочные идеи вновь будоражили наш народ, сталкивали одних с другими, потому что именно заблуждение и ошибки привели нас к тем трагедиям, которым был отмечен 20 век. И по милости Божией я верю в то, что молитвы святых угодников об Отечестве нашем российском достигают престола Божьего и даруют нам дар Божественной благодати, единства Духа в Союзе мира, единства народа, устремленного к построению еще более счастливой, спокойной жизни. Молитвами святителя Макария да хранит Господь землю алтайскую и Россию. Настя благослови кое-коро